Здравствуйте, уважаемые читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет мастер-класс по рисованию гуашью. Сегодня мы будем рисовать ночной пейзаж лунный с птицами и березами. Для этого нам, как всегда, потребуется гуашь нескольких цветов. Сегодня всего шесть цветов. Белый, голубой, синий, красный, желтый и черный. Водичка, кисточки нескольких размеров, палитра, салфетки и листочек А5 формата. Это половинка А4. Начнем мы с того, что нарисуем яркую луну. Для этого нам потребуется кисточка побольше и белая гуашь для начала. Мы берем белый гуашь и начинаем рисовать круг. Не очень большой, чуть выше центра и правее. Рисуем круг, затем мы добавляем голубой цвет. Создаем свечение вокруг этого нашего белого кружка. Нужно добавить чуть больше голубого, чтобы было поярче. И затем мы берем цвет потемнее. Мы берем темно-синий и опять же продолжаем. Один цвет может заходить на другой. И мы продолжаем закрашивать этим цветом уже весь листочек до конца. Кисточку берем побольше, чтобы этот процесс у нас быстрее происходил. И закрашиваем до конца наш листочек. Этим уже темным, темно-синим цветом. Я думаю, что это будет плотно. Это будет плотно. Будет плотно. Так, закрасили и теперь мы можем сделать более плавные переходы. Для этого мы возьмем кисточку вымыть или можно взять другую кисточку. Возьмем кисточку, немного ее смочим водичкой и пройдемся по переходам, чтобы они были более плавными. Можно еще немножко белого взять и пройтись этим цветом по переходам, сделать их более мягкими, более гладкими. Вот так у нас получается свечение нашей луны. Можно еще поярче сделать белый цвет. Сейчас мы сделаем еще более ярким, если вдруг он потерялся. Возьмем кисточку. Более округлую сделаем дуну. Так. Так. Получилось у нас свечение. И теперь, что мы делаем дальше. Дальше мы с вами возьмем и сразу сделаем набрызг. Создадим ночь звездную, чтобы потом эти цвета у нас не попадали на наши деревья. Для этого мы возьмем белый цвет. Для этого мы возьмем белый цвет, кисточку побольше. И с водичкой на этой кисточке мы сделаем набрызг на наш ночь. Отлично. И теперь мы будем рисовать дальний тон. Для этого мы возьмем черный горш, белый цвет. И наметим деревья, которые у нас будут позади берез. Черная кисточка. Беру кисточку потоньше. Кисточку потоньше и намечаю несколько деревьев на заднем плане. Не будем сильно много делать ответвений. И каких-то веточек чуть-чуть наметим и оставим. Так, и можем еще куда-нибудь в эту сторону. Так, еще одну нарисуем где-нибудь с этой стороны. Деревьцы небольшие, какие-то веточки. И с другой стороны сделаем то же самое, да? Тоже наметим тут какое-то деревце. Тоже пару веточек у него прорисуем. Немного там. Так, и еще одну здесь внизу. Так, это у нас будет задний план. Задний план. А на переднем мы с вами нарисуем березу. Для этого нам потребуется белый уварж, да? Белый цвет. Я опять же беру кисточку не очень широкую, да? Беру кисточку потоньше, вымываю прошлые краски. И сейчас мы нарисуем березы поверх этих деревьев, да? Которые мы сейчас с вами, сейчас с вами изобразили. Так, сначала их наметим, да? Как они у нас будут идти? Ну, постараемся, чтобы они не перекрыли полностью наши деревья, да? Так, ну, допустим, они пойдут вот сюда. Так, хорошо, другая пусть будет вот здесь. Так. И третий, да? Где-нибудь еще здесь. Так, мы их наметили. Можно теперь сделать цвет поплотнее, да? Работаем пока белым. И с другой стороны мы сделаем то же самое. Здесь у нас будет два дерева. Так, одну, например, мы нарисуем вот здесь. И рядом нарисуем еще одну. Нарисуем. Так. Так, еще дай мне немножко добавляю цвета, если он где-то потерялся. Белым проходимся. Так. Сейчас мы еще добавим тени, да? Где-то будут деревья более темными, где-то более светлыми. Мы по бокам добавим тени, да? Для этого можно будет взять, например, синий цвет, да? Который мы уже использовали. Добавить его белый, да? Сделать цвет чуть-чуть белый, да? Но чуть темнее. И вот этим цветом мы пройдемся сбоку по нашим деревьям, да? В каких-то местах. Например, здесь немножко добавим сбоку. Так. Здесь добавим. Здесь тоже. И здесь с другой стороны. Подтянем чуть-чуть. Наши белые березки сбоку. Да? И чуть-чуть высветлим. Да? Еще сделаем поярче. По помощи белого цвета. Места, которые у нас, да? Без стеней. Чтобы они как будто бы даже светились в каком-то смысле. у нас при свете луны. Так. Здесь тоже. И здесь. И с другой стороны тоже. все. 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 Продолжение следует... 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 Не будем их сильно большими рисовать, да, птичек? Тут у меня хвост будет торчать, тут у меня будет еще крылышко. Теперь перейдем к рисованию второй птички, она будет сидеть на другой ветке, да, и тут тоже, значит, птичку, вот крылышко, и тут еще добавим крылышко, ну и тут у меня такой хохолок. Вот, и у птичек мы можем еще добавить потемнее крыло, сделаю цвет красный потемнее, да, при помощи синего. Немножечко подтемним крылышко здесь и здесь. Добавим, да, мордочку и сделаем чухонькой. Здесь тоже самое. Добавим желтый клюв. Так, все тонкая кисточка, да, работаем. Так, линейки добавим. Здесь, здесь тоже. Да. И можно еще нарисовать белым, поставить точечки глазики, да, сбоку. Ну и также можно еще добавить чуть-чуть белым цветом, легонько, да, как будто бы тоже свет от луны падающий. Птичек здесь тоже чуть-чуть. И, в общем-то, наш рисунок готов. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.